Друзья, всем привет! Сегодня мы поговорим о самом ликвидном, самым востребованном и многократно проверенном на истории способе сохранения собственных средств в период всех экономических потрясений. Речь пойдет об инвестировании в золото. Как правило, когда экономику накрывает кризис, это влечет определенные последствия, а именно снижение ставок, девальвация, инфляция и падение в фондовых рынках. И золото помогает защититься от всего этого. Относится ли пандемия к коронавирусу к событиям, которые можно поставить в один ряд самыми страшными финансо-экономическими кризисами последних десятилетий? Это риторический вопрос. Конечно же, относится. И все мы могли в этом убедиться. Если вы знакомы напрямую с финансовыми рынками, помните, что происходило несколько месяцев назад, когда весь риск в буквальном смысле увалился в пропасть. Если финансовые рынки вам не так уж и близки, наверняка в той или иной степени столкнулись с ажиотажем вокруг COVID-19 в средствах массовой информации. Он, в принципе, продолжается и сейчас. Учитывая, что многие уверены, что последствия пандемии еще дадут о себе знать, и я в том числе, во второй половине 2020 года, лично у меня нет вопросов к тому, почему золото уже сейчас находится на восьмилетних максимумах, в районе 1700 долларов за тройскую лунсу. Более того, я почти уверен, что очень скоро мы увидим его роста выше 2000 или даже 3000. Для того, чтобы поучаствовать в этом районе, безусловно, золото нужно купить. Поэтому сегодня я хотел бы рассказать о нескольких, а точнее пяти способах того, как можно его приобрести. Первый способ – это физическая покупка золота в формате сливков или монет. Монеты можно купить в банках. Есть еще вариант с нумизматическими магазинами, но по своему опыту могу сказать, что процентов на 30 лучше, чем в банках. Плюсы и минусы такого инвестирования. Плюсов на самом деле нет. Ну, разве что у вас будет греть идея того, что вы владеете осизаемым, а не электронным золотом. Минусов хватает. Большой спред при покупке и продаже. Необходимость бережного хранения. Даже самая маленькая царапина станет причиной серьезного дисконта при продаже этих самых монет. Кто-то может возразить и скажет, а как же нумизматическая оценность. Например, тех монет, которые являются знаковыми и выпускались под конкретное эпическое событие. Ну, как правило, такая ценность может проявиться только с годами и не будет иметь ничего общего с нашей с вами задачей инвестирования в золото. То есть с нашей с вами задачей прежде всего заработать на изменение курса самого металла. Если такая ценность и появится, она скорее уже станет приятным бонусом, если вообще станет. Слитки. В принципе, та же самая фигня. Их можно купить в банках, на биржах, с рук. Самый надежный вариант все-таки банки. Вы получите осязаемое золото, которое прекрасно лежит и смотрится в руках. Но за это вы заплатите спре и немало. В результате чего приобретение спидков попадется гораздо дороже, чем если бы мы покупали не физическое золото по рыночным ценам на бирже. Кроме того, придется заплатить ЕДС, а это 20%. И есть, конечно же, как и в ситуации с монетами, проблема хранения. Об этом также придется позаботиться. Второй способ – это золотые фонды ETF. Что такое ETF? Это инвестиционный фонд, акции которого обращаются на биржу. У золотых ETF единственным активом является золото. Потому что их акции полностью повторяют движение рыночной цены на металл. На московской бирже есть всего один золотой ETF – FXGD. Акции, которые можно приобрести за рубли. При этом его валютой являются доллары. И, собственно, этот контракт может быть еще и интересен тем, что позволит вам игнорировать впоследствии риски ослабления курса национальной валюты. То есть фактически вы сможете заработать еще и на курсовой динамике. Один ETF FXGD к виваленте 0,22 граммам золота. На Санкт-Петербургской бирже торгуются акции иностранных золотых ETF. ETF – это iShares Gold Trust и SPDR Gold Trust. Но их могут купить только профессиональные инвесторы. Для того, чтобы получить такой статус, необходимо обладать либо лицензией, например, теми же самыми сертификатами FSFR. Плюсы. Работа с золотыми ETF – вы покупаете золото по реальным рыночным ценам. Вам не нужно беспокоиться о том, где его хранить. Минусы также очевидны. Владение ETF будет обходиться примерно от 0,5% до 1% в год. Это комиссия провайдера, через которого вы будете приобретать ETF. Третий, друзья, способ – это обезличенный металлический счет. По сути, это банковский вклад в валюты, который является золотом. Вы покупаете это золото у банка. Стоимость и доходность счета будет привязана к курсу драгоценного металла. Плюсы. За операции с обезличенным металлическим счетом не нужно платить НДС. Не нужно тратиться на хранение золота. Более высокая ликвидность по сравнению с слитками и монетами. Низкий порог входа. Счет можно открывать одного грамма. А если металл лежал на вашем обезличенном металлическом счете от 3 лет, то полученная при его продаже прибыль не облагается НДФЛ. То же правило действует, если сумма проданного металла не превышает 250 тысяч рублей в год. Есть и минусы. Несмотря на то, что это банковский вклад, на обезличенном металлическом счете не предоставляется гарантия со стороны агентства по страхованию вкладов. Другими словами, если у банка отзавод лицензии, вы потеряете свои средства. Четвертый способ инвестирования в золото, признаюсь, практикую его сам. Это покупка акций золотодобывающих компаний. В России среди таковых можно выделить компании «Лензолото», «Полюс» и «Полиметалл». Плюсы. Легко купить, легко продать. Есть возможность заработать не только на изменения курсовой динамики, но еще и на дивидендах. Они, кстати, друзья, очень даже неплохие. Например, акции «Полюс», а если мне не изменяет память, составили около 5% годовых. Это как дополнительный дивидендный доход в 2018 и 2019 годах. Сейчас в 2020-м из-за ситуации вокруг коронавируса практика выплат дивидендов пока что заморожена. И в этом году, конечно же, на дивидендный доход рассчитывать не приходится. Что касается «Полиметалла», то там дивидендная доходность тоже сопоставима в районе 5-4%. Пятый способ инвестирования в золото – это биржевые контракты на золото. Или можно немножко пойти дальше, выйти за рамки биржевых инструментов, вне биржевые инструменты того же самого валютного рынка и рынка CFD-контрактов. В общем, можно обратить внимание на CFD-контракты на золото через брокера. Курсы золота в таких контрактах полностью повторяют динамику золота на мировом рынке. Доход образуется за счет разницы между ценой покупки и ценой продажи. Плюсы – высоколиквидный и высокодоходный инструмент. Спреды и издержки на покупку довольно низкие, что открывает возможность для спекуляций, недоступных для покупателей слитков и тех самых монет. Есть, правда, комиссия в виде свопа, но в долгосрочной перспективе с расчетом на рост стоимости актива она будет, в буквальном смысле, ничтожна по сравнению с потенциальной прибылью. Друзья, на золоте действительно можно очень неплохо заработать. И я, думаю, не ошибусь, если скажу, что в перспективе года, может быть, чуть больше, эту доходность можно будет измерять не одной сотней процентов. Золото можно купить и при посредничестве компании Amarket. Для того, чтобы сделать это и, в принципе, как это сделать, вы можете обратиться к вашим персональным менеджерам и получите точно крайне профессиональную и самую компетентную поддержку и, в принципе, конкретные советы по тому, как это сделать. Уверен, что информация будет исчерпывающая. Но к золоту нужно присматриваться, особенно если вас интересует инвестиционная идея, которая позволит с учетом последствий пандемии COVID-19 поработать с изменениями экономической конъюнктуры и попробовать на этих изменениях заработать деньги.